Будем начинать пресс-конференцию, я думаю, все собрались, давайте на несколько минут раньше, не скажем, если кто-то опоздает, подойдет. Так мы будем говорить о строительстве комплекса по обвинению двумя планетами в Люботине. В городе образовалась стихийная свалка, и областные местные власти считают, что комплекс поможет с ней покончить. Наш корреспондент общался с местными жителями. В любом мнении они предлагают строить в любом месте, по их мнению, более удачном. И что со мной строится сам комплекс больше энергии экологии. Подробнее их мнение есть в статье на нашем сайте и в газете-форум. Ну и сейчас мы подробнее поговорим о самом проекте, для того, чтобы расставить нас в точке над И. У нас гостя Дмитрий Тарбенко, директор по экономике и финансам в Тарбане для Кавтор. Сергей Тадиккочук, директор департамента капитального строительства Харьковской областной государственной администрации. Александр Кислиц, директор проектной организации Украинский центр фитотехнологий. И Ленин Глазуренко, мэр Люботина. Здравствуйте. Предлагаю для начала рассказать о своем проекте. Сергей, вам слово. Добрый день, сын. Я начну с того, о истории строительства этого объекта, комплекса по управлению коммунальными отходами, если вы провели бы это. Потому что во многих, скажем так, и многие говорят, что это полигон. Это не полигон по строительству. Это именно комплекс по управлению коммунальными отходами. То есть расскажу немножко историю, как родилось, скажем так, проект, и все строительство, которое сегодня, скажем так, вот, у которого сегодня идут какие-то депутаты. Сам проект был разработан в 2012 году. Он прошел экспертизу, комплексную экспертизу, в том числе экологический, искусственный, секс. Но точно так же в 2014 году должно было начаться строительство этого объекта. Объект не начал строиться. По причине той же, что и в принципе сегодня поднимается вопрос, это связано с общественностью. Общественность, изучив проект, выйдя на митинги и все, приостановила не начавшееся строительство. Это было связано с тем. Были, скажем так, некоторые требования, которые требовали улучшения данного проекта. Внимательно выслушав все замечания и вопросы, а это было связано по перемещению полигона и насыпи, которые будут удерживать, скажем так, все эти нюансы, которые связаны с полигоном. Перенесли на 500 метров выше, хотя по требованию, по нормам, это 300 метров достаточно. То есть мы насыпь перенесли удерживающим. И внесли все просьбы по механизмам, по детям и так далее, которые нужно было для не только работы на самом полигоне, но и по вывозу ботовых отходов с водой Липотина были учтены этот транспорт, это связано с самыми мусорами с авозами, контейнеры, которые будут доставлены по всему городу, это будет 200 контейнеров, и бурдозер, и бородщик. То есть это та техника, которая нужна для работы в самом комплексе по управлению ботовыми отходами. В 2015 году, уже в этом году, был повторно разработан этот проект, то есть доработан. Он прошел снова комплексный экспертизм, где мы имеем на сегодня экспертный зверь, что он прошел эту экспертизу. И в 2015 году была проведена старинтакт-тендер, где победитель, представитель фирмы Эковдор, и была получена декларация департаментом капитального строительства про початок выгонания в единомеха. На сегодняшний день получено финансирование из Министерства экологии, это порядка 30 дюймов на этот год. И на сегодняшний день, скажем так, происходят подготовительные работы. То есть это происходит репортивация тех мусорных отводов, которые там находятся на сегодняшний день, то есть мы освобождаем пертно строительства, которое у нас сегодня есть, вот этого мусора, то есть мы передвигаем на те же территории, где находится мусор. Мы новые территории не занимаем. Именно на тех площадях, которые есть, кто был там, это вот и видел, это в самом деле оно так. То есть там порядка сегодня вот нам под строительство выделено 5 гектаров, а мусором сегодня занято порядка 13 гектаров. Сегодня подрядчик у нас начал работать. Вот я вам кратко рассказал ту историю, которую мы имеем по подготовке и строительству этого объекта. Что касается технологии переработки этого гектара, скажет наш подрядчик, Строительство конкурса по управлению бытовыми отходами ведется с применением технологии биоремедиации, так называемой. Данный подход полностью соответствует всем европейским директивам в сфере обращения с коммунальными отходами, а также всем европейским требованиям в данной сфере. Данный подход подразумевает, в первую очередь, чем он разительно отличается от, скажем так, традиционных стандартных методов захоронения бытовых отходов, которые на сегодня существуют в Украине. Он не только решает вопрос, как бы приезжает на славку мусора, из него выбирают все дорогостоящие вторичные материалы, такие как железо, пэт-бутылка, стекло и бумага. Остальное все, как у нас остается лежать, в лучшем случае, котлование присыпанное, временами горящее, воняющее, пакеты, собаки, вороны, летающие. Данный метод разительно отличается тем, что он предполагает, во-первых, утилизацию той нерентабельной части отходов, которая остается не только в утилизацию, но и превращение в товарную продукцию. Это достигается методом глубокой рассортировки поступающего мусора. То есть мы полностью разделяем на сортировочной линии современную органическую и органическую часть отходов, в результате чего можем получать компост. Компост производится с применением как раз метода биоремедиации. В чём его суть? Органическая часть отходов обрабатывается специальным органическим раствором, который является катализатором местного сообщества бактерий. То есть что происходит? Бактерии, которые живут в полигонии, жили там раньше, мы не привносим никаких новых чужеродных организмов, которые тоже люди боялись, говорили бы нам, занесёте какие-то бактерии, а мы тут поболеем, нет, абсолютно не так, не привносим никаких бактерий чужеродных. Добавляем полностью органическое соединение, никакой химии. Скажем, этот раствор является питанием для бактерий. Они просыпаются и начинают более активно владиться, размираться и соответственно питаться. В результате этого происходит ускоренная деструкция или другими словами мнение органической части отхода, в результате чего мы получаем бонус, который может являться как удобрением, так и сырьем для ландшафтного дизайна. Единственное, где он не может быть использован, это в сельском хозяйстве. Рекультивация, проведённая таким методом, позволяет на месте рекультивации вплоть до разбивки зон отдыха. Опять же, единственное, под что не могут быть использованы эти земли, это подсельское хозяйство. Данным методом была проведена рекультивация свалки в городе Данск. Это Польша, и на её территории был построен стадион, на котором проводилось Евро-2012. Данная данный проект и его научное сопровождение осуществлял сотрудник нашего предприятия, наш заместитель директора по экологии Прохоров Виталий Серафимович, которому принадлежит ряд патентов, на основании которых и реализуется данный проект. Также данный метод, не скажу, что он бесплатный, дешёвый, да, и мы построим за три копейки данный поле, он на это государство выделяет приличные деньги. Мы все должны понимать, что экология не может стоить дёшево, да, и ни в одной стране мира это не стоит дёшево. Главный экономический эффект, который достигается посредством использования данной технологии, то, что получает для себя государство, скажем так, да, и местная громада. Данный подход позволяет до 7 раз пробить использование полигона в сравнении со стандартным рядом захоронения бытовых отходов. Поскольку данный объект недешёвый стоит на сегодня 100 миллионов гривен, то я считаю, что это достаточно весомый аргумент в пользу применения данной технологии. Я предлагаю дать слово ещё другим спикерам, что у нас будут ответственные вопросы. Пожалуйста, Ваше мнение, позиция по поводу строительства дома. Добрый день, я в новой стране местных головальных ботинок. Хочу сказать по данному вопросу следующее. До этого, до избрания меня главой Минской Рады, я был депутатом областного совета для ботинок, поэтому я знаю действительно эту проблему гибронасызшкой и действительно дорога экономить. Эта территория загромождалась этими отходами на протяжении 50 лет. Она не вчера появилась, потому что с более 50 лет это слабо. На данный момент это очень большая проблема. Я как депутат перед этим избранием областного совета изучал и принимал активное участие в этом проекте. и как жители это интересно было, потому что я был тоже на начальном этапе противник. И при встрече с общественной организацией во главе с гостем Владимиром Дмитриевичем, который возглавлял общественную организацию и был один из противников этого строительства, на сегодня он является сторонником этого проекта, потому что мы видим, что на данном этапе у нас нет другого решения правдных. Я во время своей избирательной кампании на всех встречах я их провел не менее пятидесят. И на каждой встрече были люди около пятидесяти шестьдесят человек минимум. Я говорил и не скрывал о том, что я сторонник того, что мы должны участвовать как-то, принимать решения по этому вопросу. Это вопрос серьезный. У нас другого пути нет, как решать этот вопрос. Я задаю вопрос жителям Легатина. Пожалуйста, есть какой-то другой подход? Другого подхода никто не предлагал. И если бы жители Легатина этого не поддерживали, вот я сейчас слышу, что жители Легатина против, то они не поддержали на этих выборах. А я одержал победу с перевесом значительным от тех конкурентов, которые были на этих выборах. Я чем руководствовался? Я руководствовался так и большинство жителей. Я хотел получить результат действительно, что мы будем делать с этой бедой. Это же беда, друзья. Те люди, которые живут недалеко от этого полигона, вот они сейчас говорят, что будет хуже. Но похоже было бы, если бы их в конечном итоге накрыла вообще эта свалка. И что было бы дальше? себя. Я как будущий уже сейчас голова действительно, я сторонник того, чтобы эта свалка была действительно цивилизованной. И чтобы она была действительно соблюденной все были законы, экологические, нормы все, чтобы в дальнейшем мы не получили катастрофу. Однозначно я за. Но когда я выезжаю на Боготуховский полигон, смотрю, людей вывожу туда, извините, до этого никто туда даже не может или любите на поехать посмотреть. Я пойду людей, показал этот полигон, что большинство тех людей, которые были там, на этом полигоне Боготуховского, они были за. Они видели действительно облагороженную нормальную территорию с цивилизованным способом, где действительно завозится мусор, сортируется и уже захоронение. Да, мы не специалисты. Местная громада, конечно, не специалисты в этой части. Но, друзья, я задаю вопрос, а кто сделает? У нас в Люботине два года назад вообще мусоровод ездил, и тот он ездил, знаете, где не ездит, а три стоит. Два года назад только новый мусоровод заедет. Люботин даже не мог достаточно нормально вывозить мусор, который был на территории Люботина. Сейчас нам предлагают эти мусороводы, сейчас нам предлагают эти контейнеры. Я спрашиваю, давайте, у нас есть возможность купить их самих в бюджете, денег нет. Какой выход ситуации? А выход ситуации, я вижу, в том, что мы должны обязательно в этом участвовать. Как депутат областного совета предыдущего созыва, я знаю прекрасно, что другие районы стоят в очереди на этот проект. Да, может, там что-то не доработано. Я обращаюсь к людям, пожалуйста, давайте все общественные организации, которые желают в этом, давайте участвовать в этом, будем слышать, будем задавать вопросы тем, которые будут постройки, никто же ни от него не прячется. Ну, давайте же работать на один результат. Спасибо, спасибо. Да, пожалуйста, давайте. Вот сидим областной телевидении новости. Сидят жители Рюботиной и говорят, что они уже восьмлету государственная экологическая экспертизма, документа очень важного, который позволяет вам строить этот полюбор. Что вы это скажете? И почему под решение суда вы его строите? Как вы это? Вы ко мне вопросы? Кто может ответить? Вы даже администрация. Я вам на вопрос в субстанцию с сегодня мы получили в 19-м году экскуртизм проекта. Что туда входит? Главное экологическое проекта, в том числе и входит экологическое раздел. Вы об входит в жителей. При разработке данной проекта должна быть не нормой проекта проектирует такого рода поля литру. А они от границы города от цены полки литра. Нет в километровой зоне трех прудов, которые есть. От границы города вы отступили под вопросом, как вы отступили. Плюс мы не против решения данного вопроса. пруды отступили. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... прудов... Продолжение следует... ...прудов... ...которые... используют... сгородном хозяйстве. Которые... ...какое-то интересное... Ну, давайте так... ... или я говорю... ... ... ... ... ... ... Я прошу вас, пожалуйста, соблюдайте правила, задавайте вопросы, никто не запрещает. Можно, чтобы не превращать то, что уже эта группа людей превратила в общественное искусство. Не дали высказать, приехали специалисты, приехали, не дали даже слова. Придерживаться формата. Сады вопросы решили. Это очень снили все это. Значит, я рассказываю. Задача стояла, во-первых, локализовать существующие несанкционированные свалки много лет, десятилетия. Первая задача. Вторая задача. Туда вносить многообразованный мусор. И третья задача. Это создать современный полигон, вернее, полигон для закормления и комплекс по утилизации. Чтобы сократить количество поступающего мусора, сделать рентабельным это производство, не увеличивая тарифы для населения. Вы забываете о том, что можно вода, харь, это можно и сейчас делать. Но вы представляете, кто из вас здесь присутствующих сможет оплатить этот тариф? Кто? Поэтому задача была непростая и упрощать ее не нужно. У нас была четко свалка, которая более 40 лет, кто говорит 50 лет, более 40 лет. Это несанкционированная свалка, которая использовала религию местности. Засыпались эти овраги. Сейчас уже засыпали рядом. Потому что, как говорится, оврагу этот приходит конец. Были проведены комплексные изыскания. При этом надо определить, что там под нами, какая земля, какая вода. Были просмотрены все вопросы, которые связаны с эксплуатацией этого комплекса. То есть можно контролировать той же общественность и состояние гидроэктических сооружений. По пожеланиям, только по пожеланиям общественности. Проект были включены обеспечивающие область. Восстановление дороги, как говорится, на улице Ленина. Границ города до сих пор не были. Нет документа, который мог бы определить границы города. Это, как сказать, границ города. Спасибо. Да. Пожалуйста. Пожалуйста. Давайте я слушаю. Хорошо. Видите, мы послушаем одну часть общественности. Давайте мы послушаем другую часть общественности. Я предлагаю Владимира Дмитриевича тоже привозить, кто тоже в эксплуатацию. У него, Дмитрий, пожалуйста, я вас попрошу. Я предлагаю присутствующие, уважаемые юноши, я не буду смотреть, а под право. Давайте мы подвинемся. Здравствуйте. 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 Придором. Придором, Молова, учитель автор, я вам скажу, я представитель организации, что мы имеем название общественности по защите в природном соревновательстве и культурной спадщине. То есть, у нас, в территории, есть парламентное национальное значение. Вот это сфера деятельности нашей общественной организации. Забавь меня, вы были гостями. И еще бывший мэр Дмитриевич, 1978-1980 год. То есть, человек, который непосредственно служил в жизни города, живет и сейчас. У нас организация на протяжении двух лет отслеживает проект строительства, пунктов управления бытовым отходом. Да, первоначально у нас, как и во всех Дмитриевичах, было шоковое состояние, когда пошла страшилка, что полигон будет для Гарькова, для вообще Гарьковской области. И Фондоркин по новому выступлению сказал, что мы в Люботине стоим межрайонный полигон. Вот эти слова оказались на преподавании этапе для Люботинцев тем загаданным моментом. Люди восстали. Восстали мы против этого. И стали разбираться, действительно так или не так. Но для того, чтобы этот вопрос был предметным, мы заказали вовремя под тайну строительства проект. Он у нас есть уральзация, это 450 страниц, смертную и все остальное. И начали бороться с этим делом. Правильно сказали, что у нас в городе были тварные слушания. Народ отказался слушать слушания, были бурные. Потому что народ в Люботинске в своевременном они были информированы, а работа вот эта страшилка. И все тогда кричали, здесь и в зале есть люди, кричали. Люботинцы, вы хотите, чтобы у вас в городе был областный полигон? Чтобы была в выходе свалка для все Харьков. Люди, все Люботинцы за голову хватались, кто хочет это. Вот это была задача. Но самое главное, что на тот период, многих сообщественников, никто не предлагал решение вопроса. Мы подготовили к родину Люботина. Пытались объяснить. Какой, кто предлагает такой выход? Может ли город Бакить без комплекса или без свалки, то есть без полевода или нет? Но все это нет. Когда я задавал вопрос, а кто может на твое место на территории города? Все, ну да не мы всю землю раздали уже, там все раздали, все буряные распутаты строятся. Это нет такой земли на территории города. Позиция понятна. Да, позиция понятна. Давайте поднимем вопрос. Пожалуйста. Давайте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Извините. Я буду сидеть. Извините. Если можно, коротко и попросу вам дропа дали сообщественной организации «Зеленый фронт». Пожалуйста. У меня вопрос господина Владимировна. На сегодняшний день существует ли план разведки? На сегодняшний день нету его. Добрый день. Еще один вопрос есть на поле, очень короткий. Вы совершенно правильно отметили в своем выступлении о том, что проект должен быть рассмотрен визуально общественными организациями. И Сергей Викторович. Наша общественная организация направила информационный зал председателя Государственной администрации. И ваш департамент на этот зал отвечал. На вас было расписано. Я хочу два слова сказать, что именно там отвечал. Каким образом общественная организация может получить доступ к проекту документации? Нам ответили, что технической возможности предоставить эту документацию нет. Вы, пожалуйста, обращайтесь в соответствующую администрацию и соответствующую часть структуры, которая занимается доступом к публичным форматам. Таким образом, срок прошел. Ответа конструктивного нет. Предложения, которые здесь здравые звучат, реализовать невозможность доступа общественности к проектной документации на сегодняшний день. Нравится это кому-то или не нравится? Нет. Подход ровно такой же, как у городского, как у нашего городского, когда мы от него добиваемся. Спасибо. Коментарь. Я отвечу вам тоже. Значит, смотрите. Во-первых, мы дали вам ответить немножко не такой. Мне по телефону его озвучили ваши сотрудники. Я готов сказать. Корниенко, Датьяна Владимировна. У нас такой вообще нет. Корбетка, Датьяна Владимировна. Корбетка, Датьяна Владимировна. Давайте я сейчас отвечу на ваш вопрос. Значит, следователь Дейтан, Владимир Дмитриевич, какой объем там правильный. В ответ в общественные организации, которые, как и вы, здесь полный правильный. Пожалуйста, вы можете к ним обращаться. Я обращался. Второй вопрос. Вы можете сейчас? Нет, ну вы потребовали, чтобы... Я не подъехал. Я не подъехал. Я не подъехал. Что касается второго вопроса, только что касается к нам. Пожалуйста, я могу тоже, что и сказали многие сотрудники. У нас нет возможности вот эту вот типу вот таких вот бумаг передать вам в электронном виде. У нас проекта в электронном виде нет. У нас есть в бумажном виде. Я вам сразу говорю, вот лично вы или кто-то из вашего зеленого фона, пусть приходит к нам. Мы в любое время вам предоставим наши документации и на все ваши вопросы. Никакого сопротивления в этом вопросе вам нет. Спасибо. Пожалуйста. У меня все-таки вопросы такие конкретные. Вот сейчас держу на руках. А упала сюда, где очень интересно написано, что ваше имя, Дмитрий, экватор, находится как последствия. Я вижу, что тех посадовых посадов, это такой порт по части от знака криминального правопорушения. А страны это 19 миллионов. Это объясните. Это первый вопрос. Второй. Скажите, есть у вас гидрологические экспертизы? Все-таки вы можете показать нам сейчас документы о технической. Если ООН в Арубах, то ли вы опять же. Державная экологическая экспертиза. Спасибо. Или это опять-таки типа документов, которые вы не принесли. Хотя, в принципе, я вам вижу. Спасибо большое. Давайте я отвечу на следующий вопрос. Да. Какой документ еще раз у вас показывается? И что потом сказано? Я же вам читала. Вы мне вопросы даете или вы отвечаете? Сформулируйте, пожалуйста, чтобы я... Вы просто сказали очень много текстов, для того, чтобы ответ получился конкуртирован. За информацией Державного Казначейского Союза, в Каркевском Союзе, на Кутинскому облицу, по управлению комунальными входами, на рахунтов, это уже перелагованные гроши, гроши в сумме более 19 млн. грн. Приправлялении огляда объекта, написано, что не выполнены не все работы необходимые для начала его работы. Таким чином те от посадовых официй вашей фирмы вважаются знаки криминального правопорушения, правопорушения, передбаченного и так далее, и так далее, и так далее. Совершенно верно. Как документ выиграли? Это же документ говорит только о том, что мы сейчас проходим проверку на предмет... Вы уже тендер выиграли. Какой вы сейчас можете проверку проходить? Вы о каком объекте говорите? Вы дайте пожалуйста... Скажите пожалуйста... Вы задали вам... В каком объекте говорите? Вот... О каком объекте говорите? О Володушском бальконе... О Володушском бальконе... Нездан и объем работ не выполнен. Стоимость данного объекта 86 миллионов. Вы сами прочитали, сколько наше предприятие получило на расчетный счет. Естественно, объект за 86 миллионов невозможно построить за 19 миллионов. И сейчас финансовая экспертиза государственная проверяет наше предприятие на предмет рациональности и соответствия закону использования денег. Больше ничего. Сейчас все предприятия, которые осваивают бюджетные средства, проходят такие проверки. У нас, по-моему, в стране есть презумпция невиновности, насколько я знаю. И если не доказана вина нашего предприятия, они говорят о том, что мы где-то совершили криминальный злочий. Пожалуйста, ваш вопрос. У меня вопрос про эксперименов. Я послушала, а то есть, по-моему, у меня ответили, что это все-таки расстояние от жилья, так что в метрах, так же, не подавало. Или чего? Вопрос, пожалуйста, у меня ответили. Отвечаю. Конкретно, это вопрос. Вопросов было много, а мы не дали договорить. Рекомендательные нормы, по-другому они называются, не трактуются. Которые прописаны в законодательстве. Рекомендательные нормы. Неправильно трактуются здесь и население, и то, что мы неоднократно говорим, что это не полигон, что это комплекс. Что там нет отходов, которые... Там есть компостирование отходов. Компостирование отходов, оборудованных энзимов. Которые в последующем превращаются в органические изобрения и будут использованы заполученно. То есть этот полигон практически не растет ни в шире, ни в берегу. При компостировании в тех же нормах прописано 300 метров санитарная зона. Но это еще раз говорю. Это рекомендательные нормы. В каждом отдельном случае разрабатывается отдельный спецраздел проекта «Убайца-Моседа». На основании вентиляторных исследований многолетних, направления вверх и так далее определяется влияние каждого источника загрязнения. Начиная с трубы в котельной и заканчивая вентиляторами производственных корпусов. Все источники изучаются по всем критическим инвегентам, которые могут принести в это разум. И автоматическая система, программа ИО, смогла рассчитывать зону влияния этих источников в соответствии с распространением в воздушной среде. То есть из метров, 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 где четко написаны на рейтинге исследования заправления отходствующих метров. Так вот, на основании этих исследований, поведенных, подтвержденных расчетами в разделе августа, за пределы, не то что за 500 метров или за 300 метров, за пределы ответенной территории никаких негативных действий не наблюдается. Спасибо. Еще раз, современная технология, вы берете старые какие-то понятия, не совсем правильные, понимаете? Поэтому я прошу еще раз и общественности правильно трактовать внимание того, что происходит сегодня, и то, что запроектировано. А не пользуясь такими-то общими фразами, которые рекомендуемые, в принципе, для всех остальных. Продолжение следует... Первая задача люботинцев, о чем просят все люботинцы, кто понимает суть и хочет решить, это провести рекультивацию Вороньего Яра, это число свал, который более 5 гектаров. Это действительно раковые окупы. И сейчас мы говорят, давайте мы разделим вот рекультивацию, вот тут 12 гектаров мы загадили, давайте будем рекультивировать, а мы берем еще 10 гектаров, где-то на территории города. А теперь по территории города, уважаем, у нас 20 на территории Люботинской местности, 22 ставка, 3,5 тысячи зеленых насаждений. Вот это территория города, с 10 тысяч гектаров. Спасибо, пожалуйста. Ваш вопрос кому? Да, вот мэру, извините, я тут отсвечиваю, вижу, ваше моё имя вопрос. Леонид Риманович. А вот, я не помню, кто сказал, что нет никаких больше предложений, кроме того, чтобы сделать такой комплекс. Не рассматривались ли вопрос, допустим, раздельного злора мусора? Потому что если он ответвление не может платить, как вы знаете, и все говорят, что дорого, куда-то возить этот мусор, раздельного злора, или у вас рядом с этим комплексом находится заводство по оживанию мусора южной дороги? Почему нельзя, допустим, эти остатки взрывать, чтобы там хочется к менять? Спасибо. Это вы же понимаете. Спасибо за вопрос. В свое время этот завод строится, и были и обмитивы. На данное время он уже не отвечает тем требованиям, которые есть сейчас, и этот завод не работает. Поэтому он стоит в нерабочем состоянии. Кто-то знает лучше меня, я знаю то, что я говорю, что завод этот не работает. Я встречался непосредственно с руководителем дороги, на чекам дороги. И он мне говорил, что завод не работает, а не рассматривает вопрос о дальнейшем, что это самое, ну, в судьбе этого завода. Он для, на данном этапе у него нет возможности управлять, и они не хотят вообще его иметь, потому что те же экологические службы и завтра же будут им задавать вопросы, если они будут перерабатывать этот мусор. Это раз. Во-вторых, те технологии вообще не допускают, это самое, правильно говорю я, о том, что стоимость этой переработки этого мусора. Мало того, что экология будет нарушена, но и стоимость этой переработки будет больше в разы. Понимаете? Городской бюджет не в состоянии, жители Любодина не в состоянии такую цену, как говорится, это самое, освоить и принять. Поэтому на сегодняшний день предложений новых не было, других не было. Я спрашиваю не только, что я спрашиваю, что я Любодина, я спрашиваю областную администрацию, спрашиваю других, которые занимаются этими вопросами. Но я, как житель Любодина, как весь голова, заинтересован в том, чтобы решить эту проблему. Понимаете? В городском бюджете нет денег даже огородить. Мы говорим о том, что Песачин везет или еще какие-то поселки. Друзья, давай определим, кто может определиться. С другого конца можно завезти на эту свалку. И там везут действительно круглые сутки. Кто кому как нравится, а вы знаете, как в нашей стране. Я, как везти голова заинтересован, знаете вообще в чём? Чтобы загрузить на самолеты этот мусор весь, и чтобы он улетел в другую страну, не только в Капель, извините. Но есть такая возможность. Спасибо. Пожалуйста, давайте поучим. Я же прошу ответа. Я дополню и по этому вопросу. Я хочу узнать, наверное, я понимаю, что вы... Я работаю только третий день, но хочу сказать, вам это самое, зная по городу Харьков, раздельный мусор тоже у нас работает. Не работает на сегодняшний день. Я живу в городе Харьков, с раной части. Скажите, пожалуйста, где у нас раздельный мусор? Покажите. Если бы не я, как бы не я, как бы не я, как бы не я, как бы не я. Может быть. Да, может быть. Может быть. Мы будем работать, если у нас будут финансовые возможности. Можно я дополню к этому вопросу, если интересно? Давайте, конечно. Покажите. Реализация данного проекта предполагает раздельный сбор мусора. В принципе, сухой, мокрый мусор. Не на 5-6 категорий, как, скажем так, у наших европейских соседей, но начнем внедрять сухой, мокрый. Но раздельный сбор мусора не отменяет необходимости управления коммунальными отходами, их захоронения, их утилизации. И даже если бы работал тот мусоросжигательный завод, о котором идет речь, он далеко не весь мусор, то оборудование, которое там установлено, не позволяет утилизировать тот мусор, который образуется у коммунального предприятия оборудования. Спасибо. Я хотел бы проинформировать собравшихся, чтобы Украин подписал и ратифицировал отпуск в конвенцию. Ведь такие вопросы, как строительство данных поливов, их размещение, проектирование, вообще невозможно по закону в нашей стране рассматривать и принимать без участия общества. То, что сегодня нам обещают в качестве какого-то бонуса показать проектную документацию, это обязанность, а не возможность тех, кто собирается что-то строить. Раз. Второе. Оценка воздействия на окружающую среду. Таких проектов обязательно должна проходить всенародное обсуждение и общественное слушание. Это преступление, не вывезти, не вывезти, не вывезти в общественное доступ. Такие документы. Почему? Я хочу напомнить, собравшись, о турецком Чернобыле. Турецкий Чернобыль, это авария, которая приняла в санкодзор. Подать вам сегодня. Сотни семей остались без крови в результате взрыва полигонного газа. Я хочу напомнить, об аварии в Владимирской области, когда 20 гектар леса и несколько населенных пунктов практически стали нежизнеспособны из-за протечки Петра и погибли первыми, чтобы вы знали, маленькие дети на крупном стаде. Ваш вопрос. Ваш вопрос заключается в том, собираетесь ли вы приходить в законное русло с этим проектом? Кому вы отвечаете во всех? Это вопрос ко всем здесь присутствует. Или мы и дальше будем заложниками того, что вот горят 20 миллионов, да, и надо освоить средства, а на людей можно облокотиться. Спасибо за это. Спасибо за это. Я скажу. Спасибо за микрофоном. Спасибо. 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 У нас ошибочное мнение здесь складывается, что мы выясняем какие-то отношения. Мы должны понимать, что мы хотим сделать и каким путем. Не надо ничего придумать и никого обвинять. Это все напрасно, это неправильно. Вы должны работать над тем, как решить эту проблему. Есть предложение? Добайте предлагать. Есть желающие участвовать в этом? Пожалуйста, добавьте. Кто запрещает? Никому же никому не запрещает. Вы появились там второй раз, а я там живу. И делайте такие громкие заявления, обвиняйте меня в том, что я не соблюдаю законы. Я знаю, что есть проблема. Жители, я слышу людей, поверьте мне, я их слышу не только один раз, а я их слышу каждый день. И у них есть проблема, у жителей Любовина. Это слава. Давайте как-то ее решать. Если в городе потерян гетплан, хотя все знают, что и соседи, и это здание, и это адрес, поэтому в адресу приходят письма, то что-то у вас, наверное, не так. Может быть, ваши предшественники, может быть, хотите подурачить народ. Это не удастся. Вы знаете, это не в моих правилах дурачить народ. Я за свою жизнь никому не дурачен, не собираюсь дурачить. И не надо это самое громкое предложение. Нет, 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 нет. Я за свою жизнь, пожалуйста, придерживаю. Я за вами, что не разговариваю. Меня в чем-то не надо, понимаете? Ваш вопрос. Ваш вопрос. Ваш вопрос. Я в твоей жизни таких заявлений очень много. Меня зовут Александра Нестеренко, я житель Любовина. А я старую не работаю. И третий год я занимаюсь этой проблемой. Я проработала два года в компании кабинета министра Украины Украины, Украинка Комресурсы. И комплексы по погоджению с первыми покутовыми сходами, знаю не на словах, а на диле. Вы ее сделали вот дома на Франковске. Вже три года я, вы должны были сделать отдельный сбор мусора. И мы вам всем два года тому назад на погоджевальной комиссии, на громадской сухой говорили. Раздельный сбор мусора. То, что вы говорите, отсоединить туда-сюда фракции смешанные. Вы им уже ничего не сделаете. 70% все, пропало всего. Нужно, чтобы люди зарегистрировали там мусор, который нужно будет сохранить. Жмейка будет. Первое. Второе. Мы вам предлагали сделать зону там, где плохая земля. Между Богодоховом и Между Кубаровкой. Где промзона. Где ничего уже есть не будет. Не вы идете в Любатин. Компания Эфактор. Вот мне хочется задать вопрос. Она пришла в Любатин в 2011 году. Заключила договор с Любатином на то, что не обоворотят. Сделать рекультивацию. Я вас прошу, короче и вопрос. Дайте договор, что вы сделали в Любатине. Вы мне этот вопрос задали. Да, у меня второй вопрос. Что вы сделали в Любатине? Вы зашли, сняли огорожку. Вы здесь говорили очень много о том, что нарушается законодательство. Я хочу поставить все эти вопросы правоохранительным органам. Если нарушается на каком-то этапе, какой-то из сторон законодательство Украины, на то и есть соответствующий правоохранительный орган. Есть милиция, полиция на сегодня. Есть прокуратура. Они пусть и разбираются. Я так считаю. А зачем заводить то так? Мы не прибираемся. Мы пришли на нашу деревню, загадили ее. Там скидские захоронения рядом в неразвитой могиле. Чего вы туда идете? Вы сейчас декланируете. Хорошо, ладно. Вот и да, смотрите, товарищи журналисты. Обман начался с самого начала. Фирма, которая проектировала, делала детальный план. У нее по последнему законодательству должен быть полификационный сертификат с приложением. Выйти на то, было не в это проектование. Вот мое письмо с 2013 года в прокуратуру и такой же был газ на даты сертификата. Его нет. То есть, в самом начале уже было нарушение, нет сертификата на прокурату. Это первое. Все сертифицировали. Так показайте его. Покажите его. Покажите его. Вы пришли на пресс-конференцию. Я прошу. У вас пресс-конференция. Вы рассказали. Есть вопросы? Я попросила. Она дай мне сертификат. Вы сегодня, если я отвечу на ваш вопрос, вы сегодня ссылаетесь на газ. Нет, так вы мне сертификат подошли. Я вам отвечаю. Я вам отвечаю. Сегодня газ, я вам уже это говорил, дал разрешение на начало развития. Это компетентный государственный орган, который... А на проектирование дайте разрешение? Разрешение на проектирование. Ребятного плана. У них есть специальство, так спросили. А должен свой сертификат делать? На сегодня, вы видите, вот это я принес. А вот это дать. А вот это дать. Поэтому, вы видите, я вам даю тот документ, который сегодня. Не надо вот это строить... Протокол грамотских сухонь, который должен быть. Сертификат и журналисты. Да он съедут. Протокол грамотских сухонь. Это уже было. Это уже было. Это уже не конкретно. Уважаемая госпожа Несиенко. Я, как местный голова, хочу вам сказать следующее. Вы имели возможность участвовать в избирательной кампании, были кандидатом в депутаты. И с вашими лозунгами, которыми вы шли, то, что вы говорили, заявляли людям, я знаю. Ваша поддержка 8 человек. Но я, даже при этой вашей поддержке, готов вас радникам по экологичным пытаниям, на громадских засадах взять. Пожалуйста. Не надо ваших одолжений. Когда вы принимаете решения, вы в совете. Вы у людей спросите. Как вы решения хотите принимаете? Вы у людей спрашиваете. Голосов у вас поддержка. При чем здесь поддержка? При чем тут одно? Проживает. Проживает. Не по тени человек. Даже с одним человеком. Это первое. Второе. По поводу того, что свалка разросла. Свалка была 1,6 гектара. Сейчас она 14 гектаров. Знаете почему? Потому что ни гостев, ни Леонидович, никто не сделали так, чтобы не завозили чужой мусор. Хотя есть решение. Вон он и тут конуется. Я там оборону. Мы ловим машины. Падаем под них. Мы тут тушим пожары, потому что мы их ничего не делаем. Потому что, знаете как правильно? Нужно делать, чтобы чиновники несли криминально ответственно за то, что они делают. Вопрос. И чтобы не было люди, которые там живут и дышат этим всем. А чтобы они были люди, чтобы их уважали. И Майдан был за это. Чтобы людей начали уважать. Мы не только уважаем, они любят. Да вы любите. А почему я на свалке бегаю и тушу ее? И под машину тягаю, а не Леонидович? Пожалуйста. Я поддерживаю. Это хорошо. Поэтому я вам предлагаю должность. Здравствуйте. 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 Я поддерживаю. Я рад. Я, наверное, самокомич. Вы знаете, в детальчатах у нас есть средствия не согласования с общественностью для четких паренцовобутовых отходов. Которые используются со всего Харькова отходы. Нам эта тема очень близка. И мы прекрасно понимаем вследствие того, какими могут... Вопрос. Вопрос. Продукт переработки энзимами. Вы предлагаете использовать как удобрение. Прошел ли этот продукт державную регистрацию как удобрение, как акрохимикат? И для каких культур этот продукт прошел? Он будет соответствовать всем нормам, предъявляемым санитарными и другими службами. Закон Украины про пестициды и агрохимикаты забороняется везение на мыту территории Украины. Выравництво непрошедших в державной регистрации продуктов, которые собираются использовать как удобрение. Вы прошли этот продукт. Выравництво. 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 Есть соответствующие нормы. Есть ГОСТы, да? А есть... Это не ГОСТ. Это не ГОСТ. Любой продукт, произведенный и называемый удобрением, должен быть зарегистрирован. Он будет зарегистрирован. Он будет зарегистрирован. Он должен быть зарегистрирован. Для того, чтобы зарегистрировать, надо сначала... Вы выслушайте ответ на свой вопрос. Не перебивайте, пожалуйста. Имейте немножко уважения. Для того, чтобы получить какой-то сертификат или выставок на что-то, на соответствие чему-то, надо получить продукт конкретный. Конечно. Конкретного мусора, правильно? То есть это лаборатория планируется в любой день или что-то? Зачем лаборатория? Ну, для того, чтобы получить продукт для сертификации, это делается опытным образцом. Маленькая лаборатория, маленькая компостная куча. Эта куча обрабатывается энзимами и полученный продукт отдается на сертификацию. И потом это не реагируется в городе и для всего города. Есть нормы, которые предъявляются... Скажите, вы получили горжанную регистрацию на этот продукт или нет? Вы не задавайте, пожалуйста, вопрос так, как вам удобно. Мы задавали, чтобы было вам его задавать или нет? Были? Вопрос, это некорректно. Вопрос, я вам задаю на основании конкретного закона. Продукт, который вы собираетесь использовать как удобрение. Вы сказали сами, что вы его не можете использовать. Да, да, продукт будет соответствовать всем нормам и законам. Вопрос, институты проводят эту экспертизу в течение двух лет. Проводятся экспертизы на червях, на людях, на продуктах для споживания. Я попрошу ответить на этот вопрос. А как вы уже говорите свою операцию, если вы даже не получили... Встали, Серафимович? Ответьте, пожалуйста, на вопрос молодому человеку. Вопрос, что эти понятия удобрения комфорта. Комплекс и полигон. Давайте мы хотим коснуться. Это неудобрение. Это комфорт. Это комфорт. Комфорт это неудобрение? Нет, комфорт это неудобрение. Это неудобрение. Это неудобрение. Любые вещества, которые вносятся в землю, должны пройти до травмы согласования. Потому и приносятся... Колени, я... У нас остается несколько минут. Вы должны... Пожалуйста, послушайте. Послушайте, пожалуйста, меня. У нас остается несколько минут. Мы сейчас... Давайте, если есть какой-то вопрос... Быстро, да. Заканчиваем. И вы можете потом пообщаться. Ваш вопрос. Вы ездили на местность две недели назад. Все хорошо. Мы увидели такую прекрасную ситуацию. Мы увидели прекрасную ситуацию. Что? Территорию, на которой хотят строить полигон, освобождают от бытовых отходов, твердых бытовых отходов. И перевозят в чистый карьерчик. Поближе к людям. 250 метров на дому. Как вы считаете? Законно это? Предповедали со вседейшим санитарным вымогом. Законом Украины. Природно-оргодным вымогом. Как это нужно правильно делать? И в этом нет никакой простилки. Данная информация не соответствует. Вы что стереть свои стереть? Как? Как вы не милиция рядом? В городе? Там где? 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 Не нужно ни кодекса, ни полигона, вот все как есть, так тут и останется. Вот мне отскладывается такое причина. Нам нужно им уйти ватт. Все, я хочу ответить на ваш вопрос. Дальше, сегодня есть ОС, проект Организации Строительства. И в котором в ОС участвуют все 14 территорий. Не только 5, которые объединены для Строительства, но и все остальные территории под рекордивацию. И то, что вы говорите, какие-то новые территории, они не заживаются. А ну в пределах этого прокурора, где вы говорите, что вы говорите, что вы говорите, что вы говорите. Давайте в прокуратуре запросим протокола вслед. Хорошо, прокуратура уже это работает, вы это знаете. Дальше, сегодня есть ОС, в котором в самом деле перемещается мусор, для того, чтобы освободить территорию под этих 5 гектаров по строительству комплекса. И на сегодняшний день подрядной организации установлены камеры, где, скажем так, нанесено и фиксируется и во времени территорию, и может вам показать, какая была территория загажена до перемещения грунта и на сегодняшний день. И то, что вы сегодня говорите, это неправильно и неправда, несоответствует действительности. Поэтому сегодня идет уже видеофиксация, для того, чтобы не было таких, скажем так, не... Спасибо, пожалуйста. Еще коротко, раз, два, два. Допускаем, что комплекс будет побудован и начинает свою работу. Скажите, пожалуйста, чтобы громада знала, кто из вас, Лазаренко, Горбенко, Ткачук, Кислея, кто, с вас конкретно, будет нести ответственность в разе, если продукт, который будет отрабатывать наследством производства сметанного не пройдет государственную регистрацию, кто будет нести ответственность за марное использование этих денег. Виндь на закладах. Виндь на закладах. Пожалуйста, ваш смирный вопрос. Последний вопрос. Господь не освобождает от ответственности. Ваш вопрос не закладывается. Виндь на закладах. Игорь Котчук сказал, что это очень новое технологии, это действительно отличается в Виндьеву. Игорь Котчук сказал, что показать проект, который был угробным технически, как он на вид, невозможно. Александр Кислицов, насколько я понял, это проектировал этот полевой технологии. Скажите, кто акцию, что это новое технологии, то, что невозможно показать этот проект в Виндьево. Ваш вопрос, пожалуйста. Делаем это в электронном виде. Игорь Котчук сказал, что вы проектировщик. Я не проектировщик, я хочу сказать. Я просто не слышу. Вы не услышали, что я сказал. Я знаю вопрос. Да, конечно, это не мой. За проект. Второй вопрос. Проектировщик. У меня есть проект. То есть кто-то, кто шкотировал вопрос. С кого интересовало, а не проектировщика. У проектировщика спрашивают. Проектировщик. Я не формирую. Я не формирую. Я не формирую. Я на офис. Есть техника, как правительство обоснования, выбора подобной технологии. Использование инзимов, когда не относительно новая технология. Поверьте, это в прошлый век. То, что вы говорите, что это новая технология, которая отвечает за стандартный энзим. Это фермент, который... Спасибо. Пожалуйста. Энзим действительно используется уже достаточно долго. Но данная технологическая цепочка и применение конкретно энзимов для конкретных целей, это новая запатентованная технология. Это знаете, как есть фундаментальная наука, которая разрабатывает некоторые фундаментальные основы, а есть прикладная, которая применяет фундаментальные знания. Вы знаете, я... Спасибо. Мы вынуждены заканчивать... Проектировщик, у нас вопрос. Я ответил проектировщик. Проект содержит все... А я, 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 я. А кому отвечают? Нет. Проектировщик, Александр, где ты? Отвечаю на ваш вопрос. Почему? Объем проекта 24 тонн. Графическая часть 24 тонн. Это печатного материала, там были тысячи страниц. Значит, весь проект, он как добросовестный общественный деятель, в отличие от моих здесь присутствующих, заплатил деньги и получил себе копию. То есть, печатный закон об информации бесплатно, ничего не грозит. Неправда. Вы вретете. Спасибо. Вы вретете, как у меня с собой. Кроме того, у нас есть понятие. Есть понятие интеллектуальной собственности, вы про нее забываете. Есть понятие технических, которые не обсуждать с вами. Теллектуальная собственность на использование, а не на публикование. Это я буду использовать вашу интеллектуальную собственность. Спасибо. Спасибо за то, что у нас сейчас уже следующая тресконференция. Спасибо. Спасибо.